Всем привет! С вами Зауральский садовод. В прошлом видео я рассказывала о том, как сохранить вегетативную петунию в зимний период. И я рассказала о своем опыте. Я укореняю черенки и сохраняю череночки непосредственно. Маточник я ликвидирую. Сегодня хочу рассказать вам, как я за ними ухаживаю и показать, как выглядят мои черенки на сегодняшний день. Вот так выглядят мои черенки на сегодняшний день. Какие-то уже такие большие череночки, хорошие, крепкие черенки. Есть вот такие малыши. Вот эти, например, три петунии. Это Viva Eclipse. Мне очень понравился этот сорт, и я хотела бы его сохранить. Но укореняется он сложновато. Есть даже вот такой малыш, которому я дала шанс. Может быть он выживет, это другой сорт. Не знаю. Выживет, значит хорошо. Но не выживет, значит не выживет. Итак, что я делаю со своими черенками? Начну с того, как я их укореняю. Укореняю я их в торфе, вот в таких стаканчиках. Это стаканчик на 50 мл. Или вот в таких еще емкостях могу укоренять. Эти емкости я ставлю в тепличке при температуре 20 градусов под подсветку. Укореняю обычно, начиная в конце сентября. И в начале октября уже обычно у меня появляются корешки. После того, как они укоренились, я рассаживаю их по отдельным стаканчикам. Объем примерно 200 мл. Пока черенкам для развития этого хватит. Стоят они у меня на окне. Вечером я включаю в вечернее время подсветку. Но подсветку я включаю не тогда, когда уже совсем становится темно, а тогда, когда на улице начинает смеркаться. Вот сейчас время у нас 4 часа вечера. И я уже включила подсветку. Чтобы вот этот перерыв между темнотой и подсветкой, он был минимальный, желательно, чтобы его не было совсем. Температура на окне примерно 15-18 градусов. Такая температура в самый раз для питуней. После того, как я их рассадила, я опрыскиваю по листу эпином. Потому что при пересадке из общей емкости все-таки растение получает стресс, корешки повреждаются. И чтобы помочь ему этот стресс преодолеть, эпинчик по листу. В течение месяца я ничем их не подкармливаю. Вот эти черенки у меня рассажены были 10 октября. И первый раз я дала им подкормку. 10 ноября, то есть через месяц после пересадки. Вот таким удобрением. Это комплексное удобрение. Универсальное. Азот, фосфор, калия, аминокислоты, микроэлементы и гуминовые кислоты. По инструкции провела полив под корень. Больше я пока ничем их не буду подкармливать. Но вот эти череночки я давала им единственное, что... Кальциевую селитру по листу. И под корень я давала им монофосфат калия. Для развития корневой системы. И после этих двух манипуляций они более-менее пошли в рост. После того, как ваши черенки подрастут, превратятся уже в хорошенькие растения, им будет мало места в 200-граммовых стаканчиках, берете стаканчик на 0,5 литра и пересаживаете в этот стакан. Можно взять вот такие стаканы. У меня есть из-под сметаны. Есть стаканы вот такие. Буквально вчера я пересадила вот в этот стакан. Даже грунт видите разный. В общем, и выращиваете в этих стаканах 0,5. Ну и естественно, по мере роста своих черенков, даете им большую емкость. Все, что я хотела вам рассказать о своем уходе за черенками, ничего здесь сложного нет. Главное следите, вовремя поливайте. Если надо, удобряйте. В следующем видео я расскажу о препаратах, которыми я пользуюсь в зимнее время. Ну в принципе и не только в зимнее время. Этими препаратами я также пользуюсь и летом, и весной. На стадии рассады, когда выращивают цветы. Кому будет интересно, заходите. На этом у меня все. Всем пока.